Всем привет! Сейчас поливала свои сеянцы и вспомнила у меня на днях был вопрос про вот такие тройчатые листочки. У меня спрашивали о гибискусе, это вообще. И я написала, я сейчас, наверное, прикреплю, найду это сообщение, что такие листочки редко, но бывают у гибискусов. Вот смотрите, на целый вот этот подончик всего два таких сеянца. И, скорее всего, это сеянцы огонь и лед сорта, потому что у него характерна вот такая вот форма листьев. Давайте сейчас прям поверим, я не смотрела без вас там, кто здесь у родителей. Да, тайфун и огонь и лед. Почерк у меня, конечно, очень понятный. Так, давайте это тоже посмотрим. Здесь, здесь смотрим, да, тоже огонь и лед родители и бунда-бун. Тоже, видите? И заодно покажу, смотрите, какие они уже здоровые, эти сеянцы. Это сеянцы этого года. В начале года я их проращивала. И вот, пожалуйста, сейчас у нас что, март? За три месяца вот такие уже коняшки. Еще частый вопрос, прям очень часто меня спрашивают, чем я их подкармливаю, надо ли подкармливать сеянцы. Ничем не подкармливаю. Не люблю я подкармливать сеянцы, потому что вот этого субстрата, стаканчики и питательных веществ, здесь им хватает. Единственное, что видите, они уже по чуть-чуть начали у меня хлорозить, уже желательно их не подкармливать, а просто им поменять субстрат. И я меняю субстрат, даже не меняя объем стаканчиков. Но если там уже сильно большие корни, то да, чуть больше стаканчиков я дам. Но чаще всего я просто делаю замену субстрата на свежий, а объем я не трогаю. И теперь я еще хочу вам показать, как со временем те самые листочки могут измениться. То есть там мы помним, что он такой прям, ну как вот три таких пальчика, да, листочек трочатый. А здесь он уже так менее более выражен. Это как раз таки есть огонь и лед сорт. И у него уже форма листочка, видите, уже немножко другая. Давайте я вам еще покажу вот этот сорт. У него тоже, видите, вот такая форма листьев, немножко другая. То есть у гибискусов такие листья могут быть. Могут они остаться и такими.